Крещение. Вам, конечно же, известно, что на Руси обращение к православию и массовое принятие крещения совершилось во времена святого князя Владимира. А вот в повести временных лет о самом князе, который медлил принимать крещение, повествуется. И, услыхав это, Владимир сказал, если вправду исполнится это, то поистине велик Бог христианский и повелел крестить себя. Епископ Жекорсунский с попами-царицыными, огласив, крестили Владимира, и когда возложили на него руку, он тотчас прозрел. Уведал Владимир свое внезапное исцеление и прославил Бога, говоря, «Теперь познал я истинного Бога, увидела это дружина его, и многие крестились». Жизнь земная и временная начинается с телесного рождения, а жизнь небесная и вечная – с духовного рождения, таинства крещения. Вступающего в церковь трижды погружают в освященную воду с призыванием имени Божия – Отца, Сына и Святого Духа. Вообще, вода – это удивительный символ очищения, жизни, и в то же время в пучинах вод может таиться гибель. Погружаясь в водах крещения, человек умирает для греха и возрождается к жизни святой, вечной. Как при крещении самого Христа был виден Дух Святой, сходящий на него в виде голубя, так и на каждого крещаемого нисходит Дух Святой, который очищает человека от всех грехов. «Если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царство Божие», – сказал сам Господь о необходимости крещения. Душу человеческую можно представить как сосуд, который не терпит пустоты. Если в ней нет благодати Божией, она заполняется мраком и холодом. В крещении Господь подает человеку дар вечной жизни, освобождает от власти дьявола, от всякого греха. Поэтому часто крестившиеся ощущают по принятии этого таинства удивительный мир и легкость души, незреченную радость. Этот день действительно становится рождением к чему-то новому, к доброй вечности. Сразу за таинством крещения следует другое таинство – миропомазание.